Друзья, приветствую всех! Это Монофлайф. Сегодня я хочу с вами в видео ответить на те вопросы, которые вы мне задаете в социальных сетях. И сегодня следующее сообщение, которое я вам зачитаю, было послано мне в социальной сети ВКонтакте. Моя подписчица прислала мне его, и она спрашивает следующее. У нас с мужем совсем недавно появилась информация о том, что в роду у него есть немцы. Уже давно задумывались о возможности переезда на ПМЖ в Европу. Про Германию даже не думали, так как не предполагали, что есть корни. Только мы не знаем, можем ли мы претендовать на переселение в Германию. Родственник, наш прапрадед, мужа, фамилия Шильман, 1869 года рождения. Подскажите, пожалуйста, если вы владеете такой информацией, есть ли у нас шансы, или подскажите, где я могу получить такую информацию. Вот такое мне сообщение пришло ВКонтакте, и мы сегодня эту информацию с вами разберем, и я расскажу то, что я знаю по этому поводу. Итак, друзья, давайте начнем с того, кто может претендовать на переезд в Германию в качестве позднего переселенца. Могут претендовать все те люди, у кого есть немецкие корни. Пусть это будет папа, мама, бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка. И единственное, что нужно сделать, это будет доказать причастность этого человека, того человека, кто хочет переезжать к немецкому народу, что у него есть немецкие корни. И еще немаловажным фактором является то, что тот человек, который хочет переезжать в Германию в качестве позднего переселенца, должен быть рожден не позднее 1 января 1993 года. Если все эти требования изначальные будут вами соблюдены, то у вас есть шанс переехать в Германию. Что тогда нужно для этого вам сделать? Вам нужно будет обратиться в консульство, либо посольство Германии, в той стране, в которой вы проживаете, с просьбой о том, чтобы они вам дали возможность поставить антракт. То есть вы можете туда позвонить, либо написать имейл и попросить у них информацию, можно ли вам поставить антракт для того, чтобы приехать в Германию в качестве позднего переселенца. Антракт это заявление, подать заявление по-русски. Если вам дают согласие, то вы онлайн можете заполнить этот антракт, это заявление, распечатать его и переслать его в Германию для рассмотрения. После того, когда пойдет процесс рассмотрения, вам присваивается номер и уже потом по плану действия нужно будет сдавать язык на уровень B1 для заявителя, как я сказал, либо пройти шпрах-тест в консульстве, либо посольстве, в которое вы обращались, которое принадлежит к вашему городу. То есть, например, в России, если взять такая ситуация, мы проживали в городе Самара, и нам нужно было ехать в город Москва для того, чтобы подавать на получение визы. И также нужно было ехать основному заявителю, если бы не было шпрах-теста, сдавать шпрах-тест там. Но так как у нас, у основного заявителя, был уже пройден шпрах-тест, нам это делать было не нужно. Что касается конкретно этой ситуации, прапрадед, который рожден в 1869 году, был немцем, есть немецкие корни. В любом случае, ваш, точнее, вашего мужа прадед где-то был записан как немец. Свидетельство о рождении, какая-то метрика должна быть, где прописано, что его отец немец. Если это есть, это замечательно, вы можете эту информацию собирать, нужно будет делать запросы в архивы, получать архивные справки и продолжать расследование, так называемое. То есть нужно потом будет найти информацию о том, что, возможно, папа либо мама были тоже записаны как немцы, точнее, их родители. И если вся эта информация есть, после всех этих запросов, которые вы сделаете, вам ее нужно будет как раз-таки переслать в Германию для подтверждения того, что тот человек, который подает заявление, принадлежит к немецкому народу. И есть немецкие корни. В этой ситуации я хочу сказать, что в любом случае стоит попробовать. И если получится, то у вас будет возможность переехать в Германию и проживать здесь в качестве поздних приселенцев. Тот, кто будет заявителем, получит четвертый параграф. И это означает, что он получит сразу немецкое гражданство. Если вы находитесь в браке с заявителем более трех лет, то вы тоже получите седьмой параграф и получите сразу же немецкое гражданство. Вот. Поэтому, как бы, стоит, стоит попробовать. Здесь, как бы, точный ответ я вот в этой ситуации вам дать не могу. Это должны быть более квалифицированные люди, которые с этим занимаются. Скорее всего, вам просто-напросто нужно обратиться в консульство либо посольство, потому что они знают на это более правильный ответ, чем я. Есть такая возможность обратиться в какую-нибудь фирму либо к адвокату, который этим занимается? Не знаю. Честно. Не рекомендую. Почему? Потому что у вас за это возьмут деньги. Вы должны будете заплатить кругленькую сумму. И у меня был такой случай. Одна семья, у которых я являюсь доверенным лицом, переслали мне документы на повторное возобновление дела. Я отправлял эти документы. И когда-то, еще в 90-х годах, либо начало 2000-х, они делали все это через адвоката. И мне прислали определенные документы от адвоката, который находился здесь, в Германии. Это, скорее всего, был русскоязычный адвокат. Им был на тот момент отказ. И когда я начал внимательно читать документы, то даже фамилия заявителя была написана неправильно. То есть было написано совсем по-другому. И вот как в этой ситуации относиться? Да, может быть, сейчас я не имею ничего против адвокатов, не имею ничего против тех бюро, которое ведет дела поздних преселенцев. Но вы должны понять, что вы, каждый из вас, можете это сделать самостоятельно. Подать антрак, подать заявление. Есть масса возможностей посмотреть, как заполняется этот антрак. Записать туда всю информацию о себе. Он не очень сложный. Туда все записываете, отправляете. И потом, как бы, те деньги, которые вы платите фирме либо адвокату, это деньги, которые берутся за ведение дела. А ведение дела, что это такое? В основном, это какая-то информация поступает ту фирму либо адвокату, он и вам пересылает. И он является у вас доверенным лицом. То есть вам нужно будет как можно быстрее и лучше сделать это, это найти доверенное лицо здесь, в Германии. Если таких у вас людей нет, вы можете попросить любого знакомого, которого вы знаете. Я на данный момент тоже являюсь доверенным лицом у тех людей, которые меня об этом попросили. Сразу делаю оговорку. Никакие деньги за это не беру. Потому что многие там, я уже делал на эту тематику видео, спрашивают, вот, Алексей, ты являешься доверенным лицом, ты зарабатываешь на этом? Нет, я на этом вообще не зарабатываю нисколько, никак. Если у человека есть такое желание, он может перевести любую сумму на мои карты, которые, номера стоят под любым из моих видео в качестве пожертвования для моего YouTube-канала. Все. Доверенным лицом я являюсь. И на данный момент я являюсь доверенным лицом у 8 семей из разных стран. Он из Казахстана, из России, из Украины. Так что, вот, я помогаю людям. Доверенное лицо – это почтовый ящик Германии. Так что, решайте, как вам правильно поступить. А точнее, я вам рекомендую все-таки подать заявление, подать все документы, позвонить первоначально в консульство посольства, узнать по вашей ситуации более подробно. И потом, если они вам говорят, что да, вы можете это сделать, вы ищите справки архивные, где подтверждено, что действительно родственники вашего мужа имеют немецкие корни. И потом заполняете антракт, заявление и отправляете его в Германию. У вас обязательно все получится. Я просто в этом уверен, потому что я переписывался с многими людьми, у которых были тоже безнадежные ситуации, которые уже хотели все бросить. Но я говорил вам, что в данной ситуации у вас все получится. И действительно, эти люди сейчас уже проживают в Германии. И у вас тоже обязательно все получится. Дорогая моя подписчица, дорогая моя зрительница, не переживайте. Если не знаете, что делать, делайте шаг вперед. Мой такой девиз, я всегда так веду по жизни. То есть не знаю, что делать, шаг вперед. Ваш шаг – позвонить посольство, консульство, узнать, написать заявление, подать заявление, все ждете. Потом нужно будет учить немецкий язык и далее, далее, далее. Переводить документы, ставить опостели. Но это уже другая история. И если вам информация какая-то будет нужна, то вы можете обращаться ко мне через социальные сети. Любой может обращаться из вас ко мне через социальные сети. Я обязательно вам помогу, если знаю ответ на ваш вопрос. То, что знал по вашему вопросу, я все ответил. Это мало информации, конечно, но стоит пробовать. Я не являюсь как бы в данный момент носителем такой ситуации. То есть я не сталкивался с такой ситуацией, чтобы мой прапрадед был, допустим, немцем. Здесь можно делать первые шаги. Если вам это видео понравилось, как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал Atomoneoflife. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. Не болейтесь, оставайтесь здоровыми. До встречи в моих новых видео и безбальд. Чус! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok